всем привет это оля северная королина у нас сегодня сейчас все еще январь 20 января если вы подписаны на мой инстаграм то вы наверное заметили что эту ночь мы провели без отопления это видео про отопление в америке в общем-то северной короли потому что я знаю что в южной королине его нет и я там как он устроен у нас немножко по-другому отличать и мы поехали это наш апартамент комплекс посмотрелись осмотрел это последний комплекс это задний двор на заднем дворе у нас стоят две кабинки вот это кондиционер соседей вот наша дверка это наш вход на кухню а вот эта вторая дверка это мой интернет то здесь у нас будет газовые штучки обычного закрытому так как мы сегодня вызвали чинителя который шел девять часов можем посмотреть заходите посмотрите комментарии есть ну так без комментариев это это она перестала шуметь потому что там стоит система центральная то есть мы включаем там допустим температуру какой-то 74 градусов фаренгейта температура у нас явно абстрактные у меня есть термометр там совершенно по-другому цифруки так здесь у нас где-то бойлер где-то газовый нагреватель вот здесь у нас чего-то там я не понимаю чуть показывает для информации комментировать и это не могу где-то здесь мы включали в воду вот здесь вот когда мы заехали у нас не было горячей воды потому что не забыли вот этот вот ручак вот этот повернуть я так вычислила интуитивно что это горячая вода провернула и у нас была горячая вода так бы тоже ждали еще месяц вот сегодня нас не было горячего отопления потому что вот тут все доросла пылью и и все и она не включалась есть какой-то дурацкий счетчик перестал срабатывать и все мы попали на целый день поцелу ночь и целый день а вот изнутри это же дверка как мы зашли на кухню и вот здесь этот же получается просвет где находится вот-вот там удочка вот у нас выход одной трубы которые дают сюда он начал гудеть потом здесь же у нас вот проходит короб труба еще дует вот здесь она вдувает нам здесь у нас нет никакого как сказать переключатели то есть мы не можем поменять температуру она будет дуть вот здесь теоретически есть можно можно теоретически прикрыть но она 200 лет ему всему эти квартирные комплексы они построены в 1960-х годах поэтому это все старенькая не знаю новенький наверное выглядит примерно так же но может быть получше состояние следующий этот как его звать выдув возле второй двери главной двери потом мы идем по ступенькам на второй этаж здесь шкаф вот на шкафом еще один там же вы видите датчики чего-то там газ свет этот как раз дымные датчики и вот я поднялась на второй этаж я захожу в комнату для детская и здесь уже выдав идет с пола одна единственная и в нашей комнате такая же теоретически здесь вот уже есть такой переключатель им я могу теоретически могу покрутить его чуть-чуть прикрыть эту лопасть но но все такое тугое что ни черта не работает один единственный могла покрутить который там на потолке внизу а кстати к вопросу о том что же мы привезли с собой все пытаясь это видео доделать вот вот это у нас было с собой я не знаю откуда этот камень но вот эти камни точно из батуми где-то в инстаграме есть фотография что мы где-то в октябре сидели разукрашивали камни на берегу было тепло это птичка и смоленска это давно с карточки тенькова это может нашли ну как-то так американские окна ну интересно немножко по-другому это это нашей комнате здесь окно здесь walk in closet есть такая же тепло горячего полы холодные на первых этажах полы вообще ледяные тут из-за того чтобы теплый ковровин он плотный такой довольно плотнее полоса а вот в том апартамент комплект который надо делал обзор но то есть батарей здесь не бывает вообще я который дома ходила смотрела там их тоже нет может быть каких-то совсем совсем новых кто-то где-то ставит этим как их полы наливные вот эти вот когда стяжка когда теплые обогреваемый полы в водоле я пока нигде не видела но если вы где-то видели в наших штатах я точно не знаю по тем донам которыми я ездила ну и я так смотрю тоже обзор на видео какие-то так нету еще когда мы только приехали мы снимали отель как называлась он stay in hotel где мы в комнате жили там кухонка как студия и батарей не было отопление тоже не было того только там был только кондиционер с кондиционером ужасно очень сушит горло и у нас уже здесь есть увлажнитель воздуха и там были такие слабенькие но все равно как-то получше чем там и когда мы останавливались в отеле было очень плохо было непривычки тоже нью-йорке буду поэтому едем берем с собой всякие брызгалки полоскалки для рта йод соль готовьтесь к тому что вам надо будет привыкать об орошет или носа потому что вы как бы только приехали у вас уже все его не будет времени бегать где купить где а кстати вот от проводим эксперимент ставьте лайки если понравилось не забывайте так и вот она на волшебный магический центр алхитин как к нему подобраться вот это карбон моноксид аларм этого если у нас будет дым он будет пи 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 делать делала пару раз когда я блины но другая там на другой момент так здесь у нас температура на что мы устанавливаем тут вот я могу поставить 75 градусов здесь мы можем выключить хит сейчас стоит можно вот летом мы ставили на кул то есть у нас система переключалась на кондиционер и мы могли охлаждаться без как бы просто охлаждаться да на самом деле он врет вот потому что вот я другой градусник у меня есть и здесь всего 70 сейчас 70 от этого в районе 20 градусов но для меня это комфортной температуры 75 даже как-то жарковато еще собрать номер она начну спускаем до 69 чтобы дышать можно было так вот счета за газ у нас интересное в этом году обычного я платила летом 30 20 30 зимой сейчас были 60 и прошлом году по 60 долларов а вот последнего сегодня оплатила аж 80 потому что в январе от были бы за декабрь получается было много холодных дней мы топили днем и ночью потому что все время все кто-то дома а это картина сына не в там еще одна картина есть и последний самый важный воздуховод находится в ванной вот видимо самая короткая труба потому что нам прям тропический рай создает вот логично потому что тут сыра надо чтобы все быстренько высыхало но летом неудобно потому что кондиционер так же дует и тут прямо такой дубак как YMCA там в этих самых душевых тоже кондиционеры кто придумал кондиционер в душе это мы сегодня с Майей приехали все пушистые но здесь я пыталась заблокировать ее на самом деле я ее откручивала но тут все выпадает вот уже опять все старое все в труху и как-то да в общем если вы пытаетесь сэкономить на жилье и ожидаете всего 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 неожиданного получается у нас вчера вечером мы заметили что 9 что как-то вот тот датчик не меняет циферки по идее не должны были одинаковыми то есть если установлены температуры 73 и температура в комнате 73 а тут мы заметили что что-то как-то не совпадает и оно не включалось ну это значит не обратили внимание еще часов 9 а потом уже как ложится спать я уже начала его отключать ну то есть пониже температура стоит для ночи чтобы дышать было легче до ночи и так вот как-то так вот стало грустно потому что мы осознали что он не работает я попробовал переключить на кондиционер но кондиционер вы видели у нас самый дешевый но я просто сделала все для галочки что все я пыталась все сделать чем угодно ну вот как-то так батарейки потыкали батарейки ну батарейки когда надо заменить он там по-другому реагирует я уже знаю как а это было совершенно что-то новое а телефон на сайте я уже нашла его аж в самом низу страничке но на самом деле я нашла через google maps позвонила с утра в шесть утра я не думаю что мне бы ответили вечером потому что обычно ну хотя двадцать четыре на семь службы поддержки ааааа мне со мной говорил дядька с индийским акцентом так что вполне возможно 24 на 7 но никто бы точно не приехал вот этот чувак который к нам приехал они меня кормили 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 я в шесть часов подала заявку в десять я опять перезвонила 40 минут весел на линии потому что ожидаете и и потом говорил человек они мне сказали вот сейчас они там что-то срочно чинят вот и они потом следующий приедут к вам время когда приедут они не называли то есть никакой определенности взяли мой номер телефона думаю окей будут наверное перезванивать в в америке не перезванивают лучшем случае если мальчику пришлют а когда вот вызываем ремонтник они уже потом так удовлется в дверь но по идее те которые апартмент комплекс у них обычно есть свои ключи дупликата то есть они открывают эту техническую дверку и обычно у них есть также у нас когда я подаю заявку через сайт я пишу что я не против что ко мне зайдут что у меня нет зверушек и все такое и а когда я первый раз поднял заявку они тоже еще спросили у вас нет ковида я сказала нет ни у кого собачек нет что все вы согласны на то что человек войдет на вашу территорию и сказал да я согласна то есть это когда самая первая заявка потом я позвонила получается в десять или мне послали последний раз я тоже приехали после бассейна два с половиной часа два двадцать было я такая куда 10 часов прошло с момента первого звонка опять звоню я такая где when will he come и дядька уже такой как-то подольше исчез исчез, отключился и сказала I will check it out и потом вернулся и сказала я позвонила вашему менеджеру комплексу и она сказала что они сейчас на каком-то объекте они ему сейчас уже несколько часов работают что-то можно несколько часов работать не знаю вот и потом он приедет он приехал со входа сразу сказал sorry я был на пати у моего сына а-а-а вот тебе и все он один на весь наш комплекс и он не успевает делать мейнтеннс это все протирать пыль потому что они не могли бы тут сделать все мейнтеннс ранее прочистить это же обычная подготовка к зиме он такой I'm all one here и money not big откуда он сказал с Мехики ну да все как обычно ну как то так ну я надеюсь было очень познавательно пишите подписывайтесь не забудьте поставьте лайк если вам стало интересно пока пока